Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Калосиным на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим заключительную четвертую главу. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Апостол Павел продолжает эту тему, о которой мы говорили с вами, завершает ее здесь как бы первым стихом четвертой главы. И далее дает наставление Калосской церкви «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах». Мы в самом начале говорили с вами о том, что послание апостола Павла Калосиным было написано тогда, когда апостол Павел находился в римском пленении, в тюрьме. И именно оттуда, из тюрьмы, он пишет в Калосскую церковь, и, как мы дальше увидим, через своих верных помощников передаст это послание в город Калоса. Но здесь есть очень важное то, к чему призывает апостол Павел. Он призывает к молитве. И замечу, он призывает не просто к молитве, а к постоянной молитве. Вот это то, что нам не хватает. Наша духовная жизнь, она иногда происходит какими-то рывками. То мы вроде бы загорелись, вот мы ходим и все, а то как-то остываем, ослабеваем и в молитвах, и вхождении в храм Божий, то пойдем, то не пойдем. Вот это вот такое состояние непостоянства, оно, по всей видимости, было и у Колосин, и в этой Колосской церкви. Поэтому апостол здесь говорит, будьте постоянны в молитве. И далее говорит, бодрствуя в ней с благодарением. По этому поводу пишет святитель Иоанн Златоуц следующая цитата. Так как пребывание в молитвах часто бывают причины нерадения, то Павел говорит, бодрствуя, то есть трезвясь, а не вертясь туда и сюда. Дьявол знает, хорошо знает, какое великое благо молитва, и потому тяжело налегает на молящегося. Знает и Павел, насколько беспечны многие молящиеся, и потому, говорит, будьте постоянны в молитве, как в деле трудном, бодрствуя в ней с благодарением. Это, говорит он, пусть будет вашим делом в молитвах благодарить и за явное, и за неявное, и за те блага, которые Бог совершил для вас по вашему желанию, и за те, которые даровал вам против желания, и за царство, и за гиену, и за скорбь, и за облегчение ее. Так обыкновенно молятся святые и благодарят за общее благодеяние. Конец цитаты. Очень важное замечание. Здесь у свидетеля Златоуста, на толкование апостола Павла этого текста, действительно, он говорит, что как мы молимся, вот эти слова, то вертитесь, говорит, туда и сюда, топчетесь там на месте, стоя там в храме Божьем, или в личной молитве. Но здесь апостол говорит, почему такое происходит, потому что дьявол знает, какое великое благо молитва, и поэтому сильно налегает на молящегося. То есть ему противно, что человек общается не с ним, а в этот момент общается с Богом. Поэтому будем помнить, что когда мы становимся с вами на молитву, есть у нас какие-то такие отвлеченные мысли, и прочие недопустимые различные телодвижения, которые действительно отвлекают нас от молитвы, будем помнить эти слова свидетеля Златоуста, что бесам и дьяволам очень противно, что мы сейчас разговариваем с Богом. Он хочет, чтобы мы служили только Ему, и Его мерзким делам, которые ведут в погибель. И мы читаем с вами далее. «Молитесь также и о нас», пишет он, «чтобы Бог отверз нам двери для слова возвещать тайну Христову». Видите, очень важно здесь молиться за людей, которые занимаются делом просвещения, которые занимаются миссионерским служением. Потому что, хочу напомнить, что слово «мартинос» по-гречески означает «мученик». То есть каждый человек, который выходит на проповедь Слова Божия, он уже обрекает себя в некой мере на мученичество. Потому что против него действуют сразу три силы. Какие? Духу злоподнебесных, люди, которые не хотят его слушать и не всегда принимают то, что он говорит. Ну и, конечно, собственно, его внутреннее иногда такое несостоятельность, что ли, или она тоже есть. Но в основном, лучше сказать, между двумя мирами так будет правильно. Миром против мира двух слов поднебесных и люди, которые не хотят, не всегда принимают то, что он говорит. И четвертый стих мы с вами читаем. «Дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». То есть истину Божию. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Вот это тоже важное замечание. Апостол Павел в другом послании пишет так, что «внешних судит Бог». То есть внутренних судит. У нас есть, да, на это делает церковный суд и прочее. То есть, которые... А внешних нет. Это не наша забота. А судить внешних, как они и что. Поэтому «со внешними обходитесь», он пишет, «благоразумно, пользуясь временем». «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Это тоже очень важные такие слова-наставления, которые нельзя оставить без внимания. Сила, да, слово ваше да будет приправлено солью. В чем сила проповеди? Святитель Иоанн Златоуст пишет следующее о священстве. Цитата. «Итак, и здесь нужен человек с душою мужественную, много превосходящую нашу немощь, чтобы он мог отвлекать народ от этого непристойного и бесполезного удовольствия и приучать его к слышанию более полезного так, чтобы народ ему следовал и повиновался, а не он руководился прихотями народа». Это важные слова. То есть, что значит соль? Если соль потеряет силу, как говорит спаситель, чем сделаешь ее соленым? То есть, очень важно, есть серьезная опасность у людей, которые занимаются делом просвещения, и у миссионеров, не попасть под влияние того мира, которым он проповедует. Надо помнить, здесь очень опасна самонадеянность, что дьявол, он всегда ставит своей целью завлечь и затянуть человека в это состояние, потому что миссионер находится на передовой, он общается с людьми, которым чужды те духовные ценности, о которых знают миссионеры. И поэтому здесь дух злого поднебесных, они действуют, конечно, через этих людей и могут так затянуть миссионера в этом опасности, что он может, в общем-то, окунуться в эту среду, если он не будет на страже. И то, о чем апостол Павел начинает здесь видеть, говорит, молитесь. Вот без молитв миссионер, это, в общем-то, сам себя обрекает на очень опасный путь. Поэтому так и пишет здесь, видите, действительно, златоуст. Не руководствуется прихотями народа. То есть, нужно, чтобы народ ему следовал и повиновался, а не он руководствовался прихотями народа. У нас есть какая-то странная тенденция, кстати, сегодня в миссионерском служении. Говорят, давайте будем заниматься молодежью и там вот создавать какие-то, то, что нравится молодежи, то, что нравится подросткам. И иногда предлагают такие вещи, которые, ну, просто не то, что там, не церковные, но вообще далекие от нормального такого, да, какие-то методики предлагают. Вот, это очень опасный путь. Почему? Потому что вот об этом как раз предупреждает сидительный златоуст. А некоторые говорят, ну, это нравится людям. Слушайте, если мы будем подстраиваться под век сей ради миссионерского служения, чтобы привезти людей в церковь, что им нравится, ну, я более 10 лет работал с организацией Витязи, и сейчас продолжаю с ними поддерживать контакты. Это детско-спортивно-юношко-патриотирская организация Ассоциации Витязи. Я 10 лет с ними общался, там, в лагерях летом больше проводили, там, месяцами. Я не буду рассказывать о том, что нравится молодежи, да. Если подстраиваться под все, что им нравится, знаете, мы так далеко уйдем, мы потеряем силу. На самом деле, силу проповеди. Так увлечемся внешними формами и методами, что можем даже забыть о ком и вообще проповедуем. Тут есть опасность, очень серьезно. Поэтому так апостолы пишут. Поэтому, святительный златоуст так и толкует. Но этого нельзя допустить, на этого нельзя достигнуться, значит, как двумя способами. Что? Чтобы не угождать прихотям. Значит, как двумя способами. Презрением к похвалам и силой слова. Если не будет одного, презрением к похвалам и силой слова, если не будет одного из них, то и вторая по отделению от первого будет бесполезна. Если презирающие похвалы не прибадают учение с благодатью, неприправленную солью, то он лишится уважения у народа, не получая никакой пользы от своего великодушия. А если исправный по этой части будет прельщаться славой рукоплесканий, то произойдет одинаковый вред и для народа, и для него самого, как старающегося по пристрастию к похвалам говорить, более для удовольствия, нежели для пользы слушателей. Конец цитаты. Очень важная цитата, особенно, снова повторю, для людей, которые сегодня так или иначе известны в народе. Если ждешь рукоплескания, да, бывает такая ошибка миссионера, миссионер вместо проповеди, Евангелий начинает травить, извиняюсь за выражение, анекдоты. И тогда, в общем-то, народу нравится, народ ему рукоплескает, но ни народ от этого пользы не получил, и сам миссионер в тщеславе впал. Очень важная вот эта цитата, это предупреждение апостола Павла и комментарии святителя на Златоусте. Так и называется. Сила проповеди о священстве. Итак, мы читаем далее. «Слово ваше будет всегда с благодатью, приправлено солью, а мне скажет вам тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе». Мы видим, что здесь тоже очень важно указание седьмого стиха, мы видим, что апостол Павел не пишет все лишь только на бумаге, это подтверждает пользу святого предания, о том, что не все было записано, и что необходимо руководствовать тем, что передавалось из уст в уста апостольского служения, понимание того или иного совершения этого служения, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом верным и возлюбленным братом нашим, которые от нас, они расскажут вам о всем здешнем. Видите? То есть апостол не пишет все, но говорит, что нечто они еще и расскажут, что происходит с ними. Видим, что вот тот же свидетель Амросим Диоланский пишет и говорит, что верный служитель в Господе, то есть о Тихике и о Анисиме, пишет следующая цитата. «Хотя выше Павел говорит, что присутствует у них духом и видит то, что они делают, однако это поручение Тихику дело посредников». Конец цитаты. То есть это ответ для тех, кто говорит, что между Богом не должно быть посредником, один только посредник, Господь наш Иисус Христос. Отвечу на этот вопрос. Действительно, в таком качестве, как Бога-человек, если хотите, в качестве, скажем по-человечески, да, в таком качестве, как Бога-человек, такого посредника больше быть не может и не будет другого Бога-человека. Будет подделка. Антихрист, да. А так, то, что все передается посредством, ну и сами протестанты, они читают Библию и пересказывают ее проповеди. Он уже посредник в той или иной мере. Тогда, ну, тут можно дойти просто до абсурда. Даже Священное Писание, оно некий посредник между Богом и человеком. А до такого абсурда, в общем-то, дошли некие такие направления, как неопедесятников. Они уже и Священное Писание отвергли, они уже с Духом напрямую общаются, откровение получают. Поэтому всегда опасный этот путь отрицания какого-либо посредничества. И апостол Павел, посредник между нами и Христом, потому что он говорит, подражайте мне, как я Христу. И здесь он посылает Тихика и Анисима, верных своих помощников, как посредников между Воколовской церковью, в передаче им своего послания. И далее пишет, да, и приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, которому вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Так Иисус призываем, так и Иисус призываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадуем. Приветствует вас, и по фраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно. Мы видим, что апостол Павел снова обращается к этой теме. Сначала он сказал о том, что постоянно молитесь, а теперь говорит о ипофрасе, о том, что он раб Иисуса Христа, и что не просто молится за вас, а подвязается в молитве за вас. Делает такой акцент. И в этом, например, пишет об этом свидетель Анат Златоуст и видит в этом такое очень важное замечание апостола Павла. Цитата. И ипофрас всегда говорит Павел, подвязающийся за вас в молитвах. Не просто сказал, который молится, но подвязающийся с трепетом и страхом. Свидетельствую о нем, говорит апостол, что он имеет великую ревность и заботу о вас. Достоверный свидетель. Он имеет, говорит он, великую ревность о вас. То есть, конец цитаты. То есть, одно дело просто помолиться, а другое дело подвязаться в молитве. Подвязаться в молитве это значит постоянно, усердно, не просто как вот нас попросят, иногда сейчас много приходит различных смс-сообщений с событиями, которые связаны. сегодня и на Украине, чтобы помолиться за того, за того. Ну, обычно в нашем таком движении, ну как, то имя прочитал, перекрестился, да, это одно, это просто помолиться, а другое дело подвязаться в молитве, это постоянно молиться за человека. И мы помним, что в таком постоянстве в своей молитве молился, между прочим, за развратителей и за врагов, а патриарх Авраам, витахзаветный, помните, за Содом и Гоморру. Господи, если 50, пощади, 40, пощади, 30, пощади, за кого? За развратителей. Поэтому церкви нужно молиться не только за, как сегодня говорят, наши, ваши. Конечно же, как сказано, кто о своих не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. Но, тем не менее, церковь молится и за всех, и за вся, чтобы Господь обратил их сердца и врагов. Их спаситель нас учил, любите врагов ваших. Что нам значит, как нам так любить врагов? Хотя бы молиться, чтобы Господь обратил их, их сердца, дать, положить начало покаянию, чтобы, возможно, да, переменились их мысли. А Господь только дать возможность человеку, да. Если человек только даст возможность Богу через покаяние действовать своей благодатью, Бог, даже не сомневаемся, меняет людей. Из врагов того же апостола Павла, мы помним, кем он был. Так он был враг церкви. Враг, убивал, гнал. Кем он стал? Апостолу. 14 посланий, которых мы сейчас читаем, если бы их не было, не знаю, христианство было бы другим. Это очень важный свод этих 14 посланий. Итак, далее он пишет, скажа Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Да. Скажите Архипу, смотри, служение, которое, пишет Ефрем Сирин, преподобный, которое приняло Господа, чтобы исполненным и совершенным ты передал его в руки того, кто после тебя останется в Господе. То есть, это тоже очень важно. Здесь говорится об апостольской преемственности, да, и говорится о преемственности, преемственности священнослужения. Апостол Павел обращает на это внимание, что очень важно подбирать человека, как он будет в этом своих пастырских посланиях, давать эти советы апостолу, епископу Тимофею, что ни на кого не возлагая рук поспешно, то есть, присматриваться к человеку, который будет способен для того, чтобы действительно быть достойным служителем Христовым. И далее апостол пишет, перечисляет множество своих помощников, соратников, сотрудников, дает наставление Колосской церкви. Далее свидетельствую о нем, что этого и по фразе, что он имеет великую ревность, как мы прочитали, подвязаться вас в молитве, ревность и заботу о вас и о находящемся в Ладыке и Иерополе. Приветствует вас Лука, врач, известный. Тогда мы видим, что эти люди находились они вместе с апостолом Павлом в Риме. Возможно, евангелист Лука как-то помогал апостолу Павлу, следил за его здоровьем, возможно, как-то проникал тогда и в тюрьму, что было, в общем-то, за какие-то деньги, скорее всего, возможно, как всегда. Поэтому были какие-то, видим, что встречу апостола Павла с евангелистом Лукой. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный и Демас. Приветствуйте братьев Владыки и Нимфана в домашнюю их церковью. Тоже очень важно, что апостол Павел всегда обращает внимание на тех людей, которые в церкви называются странноприимные люди. Вот у нас в мегаполисе как-то это все ушло совсем далеко. Мы привыкли встречаться только на нейтральных площадках где-то или в церкви, или в кафе, или еще где-то. А вот я бываю в разных епархиях и знаю, что есть, вот был, например, в Томске, и меня пригласили в одну такую домашнюю церковь. Действительно, семья, они собираются, они читают священное писание, читают отцов церкви, приглашают там у них дьякона, да, и он берут какие-то толкования. Они собираются там в квартире там человек 30 или 40, наверное, собралось. Большая достаточно квартира. И это было так интересно, это удивительно. Они помолятся вместе, потом садятся, и тут чай попьют, там начинают чтение. Не смешивают, что интересно, мне очень понравилось, не смешивают чай пить и чтение писания. Сначала попили чай, посчитали писание, все там рассмотрели, кто-то там что-то подготовил, потом убрали там в час, примерно около часа это происходило, то убрали писание, потом опять попили чай, потом опять свободный разговор. Вот это, на мой взгляд, очень важно. А если есть такие вот домашние какие-то чтения, домашние собрания, чтобы не смешивать одно с другим. Здесь ха-ха-хи-хи, тут давайте телевизор включим, чай там, может кто там не избавился от вреда курения, там форочку покурит и тут же будем мы священное писание изучать. Вот это недопустимо. Недопустимо. То есть всякое дело должно иметь свое время. Поэтому дело молитвы, дело молитвы, дело изучения священного писания, дело, дело там чайпите, дело чайпите. Вот то, что пишет апостол, да, и вот мы уже по архипу уже про почитали и сказали. Приветствие заключает он моей рукою Павловой, помните мои узы, благодать со всеми вами, аминь. Помните мои узы. То есть апостол Павел здесь хочет сказать о том, что помолитесь и о мне, который сейчас нахожусь в заточении. И здесь, как мы с вами сказали, видим, что авторство принадлежит целиком и полностью апостолу Павлу. Он пишет, что приветствие моей рукою Павловую, поминайте, пишет мои узы, и далее, как он часто заканчивает свое послание, желает, чтобы благодать Божия почивала и помогала в деле совершения спасения церкви Колосской так и завершает. Благодать со всеми вами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok